Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском, главное за 7 минут. В студии Любовь Горчакова и сейчас коротко о главном. Пожалуй, самая шумная ночь израильского лета. Фестиваль Лайла Лаван состоялся в Тель-Авиве. Праздник 70-летия государства Израиль продолжается. На концерте в Кирьет-Яме звезды израильского и российского шоу-бизнесов. Лучше один раз увидеть. Слушатели программы Евростар свернулись из путешествия по Америке. В Израиле произошла серия землетрясений. Подземные толчки ощущались в Тверии, в деревне Илабун, Нижней Галилее. Подземные колебания потревожили жителей Кармиэля, Нацрат-Элита, Иордании и Голландских высот. Магнитуда зафиксирована на уровне 4,1 баллов на глубине 2 километров. Интенсивность повторных толчков составила 3,2 балла. Последнее крупное землетрясение в Израиле произошло в 2008 году. Его магнитуда составила 5 баллов и жертвами стали 300 человек. В Словакии перенесет свое посольство в Иерусалим. Об этом объявил спикер Национального совета Андрей Данко на встрече с президентом Израиля Риувеном Ривлином. Точная дата открытия представительства пока неизвестна. В Кнессити были приятно удивлены неожиданному заявлению. По словам спикера Юлия Эдельштейна, это огромное достижение для государства Израиль. Одновременно Данко объявил о намерениях открыть культурный центр Словакии в Иерусалиме в ноябре этого года. Фестиваль «Белые ночи» состоялся в Израиле. Лайла Лаван проходит в Тель-Авиве в 15-й раз. На время праздника 8 центральных улиц Тель-Авива превратились в пешеходные зоны. Эпицентром стала танцплощадка, хиты 80-х, 90-х и современная музыка. Всю ночь там веселились репатрианты из Мексики, Румынии, Польши, выступали музыканты и танцоры. А веранды летних кафе заняли многочисленные футбольные болельщики. Из разных стран в Кирет-Яме в Израиле прошел праздничный концерт, посвященный Дню Алии и 70-летию еврейского государства. О том, как это было, репортаж из Израиля. Они родились в разных уголках мира, но встретились на земле обетованной. Израиль – молодое государство с многовековой историей. 70 лет назад здесь проживало 650 тысяч человек, а сейчас 8,5 миллионов. Министр Алии и абсорбции Софа Ландвер репатриировалась в Израиле в 1979 году и сразу же начала помогать адаптироваться другим. Евреи, которые приехали вместе с нами, вместе с Израилем, стронят эту страну. Я хочу им сказать большое человеческое спасибо. Те достижения, которые есть сегодня налицо и в этом городе Кирет-Яме, они заслуживают просто бурных аплодисментов. Этот город изменился. День Алии – возвращение евреев на историческую родину. Отмечают два раза в год. 10-го Ниссана – это день вступления народа Израиля в страну. Но дата была не всем удобной. Выбрали еще одно – из 7-го Хишвана. Кирет-Яме его отметили зажигальными танцами и песнями. Я 4,5 года являюсь заместителем мэра города в Кирет-Яме. За это время мы сделали большие изменения в абсорбции новых репатриантов. Это сказывается в первую очередь из-за бюджета. Тот бюджет, который был для меня, был 450 тысяч шекелей. На сегодня он почти 1,7 миллиона шекелей. Артисты из разных общин стран исхода. Широ Шмуэля, ансамбль кавказского танца «Шалом», Юлия Верджа. Но вишенкой на торте стало появление сладкоголосого певца Авраама Росо. «Приглашаю всех тех, которые не живут здесь и имеют отношение к корням своим. Пускай не думают, не бойтесь. Вернитесь, возвращайтесь, живите здесь хорошо». «Евростар» со «Стмэгги Джуниор». Молодые люди вернулись из недельного тура по Америке, который стал им наградой за усердную учебу. Как прошла их поездка и что им особенно запомнилось, узнала наш корреспондент Татьяна Ларцова. Уже второй год подряд ребята из «Стмэгги Джуниор» занимаются по программе «Евростарс». Молодые люди ходят на занятия крови, но изучают Тору, а потом все дружные компании отправляются в поездку в любую страну мира. Это награда за усердие в постижении еврейских законов. В этом году они побывали в Америке. Что меня больше впечатлило, это, конечно, синагога 770 и дом Рэба. 770 – самое важное для евреев место. Меня очень впечатлила еврейская жизнь в Америке. Везде была очень активная еврейская жизнь. По улице люди свободно ходят в кипах и так далее. И это очень отличается от того, что у нас здесь в России. Выходя из синагоги, мы обязательно снимаем кипы во избежание каких-то конфликтов. И было очень приятно видеть, что люди там могут спокойно, открыто выражать свою культуру, свою религию. Семь дней в Америке. Парк «Ньюверсал Студио», канадский космический центр «Бейдхаббат Ла Солас». Маршрут не только экскурсионный. Встреча с раввинами, посланниками любавического Рэба. И, конечно же, посещение Оэль Рэба. Место, где похоронен раби Минахи Мендал Шнерсон. Когда я узнал, что у меня будет возможность поехать на могилу к любавическому Рэбе, я очень обрадовался. Я изложил все мои желания, я раскрыл все мои чувства. То есть эта поездка в целом не только к могиле Рэбы, а в Штаты очень духовно подняла меня. Новый сезон «Евростар» стартует 10 сентября. Занятия бесплатны. Для того, чтобы отправиться в поездку, нужно всего-навсего не быть злостным прогульщиком. И да, эта программа только для евреев от 18 до 28 лет. Следующий маршрут организаторы пока держат в секрете и объявят в новом сезоне. И на этом у нас все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова